На улице Ивана Голубца продолжается установка бордюрного камня. Всего здесь планируется поставить порядка 150 погонных метров поребрика. На сегодняшний день половина работ уже выполнена. Масштабные работы также ведутся в бывшем здании городского военкомата. Здесь рабочие вошли в финальную стадию ремонта. Работает на данный момент у меня 8 человек. 8 человек заняты у нас отделочными работами. Занимаются как подвеской Армстронга, так и заливают полы, укладка плитки. И практически все работы, которые связаны с уборкой мусора и ближайшей территории. На пересечении улиц Крымской и Краснозеленых рабочие демонтировали порядка 100 квадратных метров тротуарной плитки. Замечание по состоянию тротуара высказал глава города Юрий Поляков во время планового обхода территории. Более 50% покрытия было разрушено, создавая неудобства местным жителям. Сейчас здесь все готово для укладки новой плитки. Работы будут завершены в течение двух недель. А в сквере у пятой школы установили новые лавочки. Теперь в этом зеленом уголке есть комфортные места для отдыха. Вечером сидят пенсионеры, мамочки есть. А в дневное время ученики пятой школы сидят. Они же выходят, общаются, особенно старшеклассники. Я, конечно, очень рада, потому что это больное место, как говорится, для народа, благоустройства. Это зеркало. Театр начинается с вешалки, а наш офис начинается с прилегающей территории. Что касается работ по формированию безбарьерной среды, в ближайшее время новые пандусы установят на набережной. Около капитана набережная. Там необходимо, опять же, по просьбе жителей будет замена пять пандусов. Это очень большие пандусы. Это съездят по всей лестнице, с самого верха и до низа. Не прекращаются работы и по строительству велосипедной дорожки на Пионерском проспекте. Здесь уже подготовлен к бетонированию участок в 300 метров. Установлено порядка 600 бордюров. Уже завтра специалисты приступят к заливке бетона.